Более 900 человек работает сегодня на заводе акционерного общества «Москокс». Конечно, не все смогли принять участие в торжественном мероприятии по случаю 70-летнего юбилея завода. Как известно, производство «Кокса» цикл беспрерывный. Но и к тем, кто сейчас на рабочем месте, были обращены слова руководителя предприятия. Товар и та продукция, которую делают металлурги, она была востребована, сейчас востребована и будет в ближайшее время, еще долгое-долгое время востребована. Поэтому я сердечно поздравляю всех вас и нас с нашим профессиональным праздником. Удачи всем, здоровья крепкого. Строительство завода началось в 1937 году, но в планы вмешалась начавшаяся война. В возведенных цехах разместились мастерские по ремонту авиационных деталей. Строительство возобновилось после войны. Первый «Кокс» был произведен в апреле 1951 года. Сейчас на заводе работают дети и внуки тех, кто его основал. Начинали родители жить вот в таком вагончике, в каком я родился, 1 мая 1954 года. Из таких вагончиков был построен целый поселок. Несколько улиц было и где-то они просуществовали почти до 70-х годов. Именно благодаря «Коксогазовому заводу» на карте Подмосковья появился город Видное. Сейчас МКГЗ уже не является градообразующим предприятием, но на нем по-прежнему работает много видновчан, некоторые целыми семьями, как Антоновы. Отец у меня, он газоэлектросварщик, и мне изначально, еще с детства это уже нравилось, еще я любил разбирать все конструкторы, смотреть внутренности, опять собирать, ковыряться. Это было мое изначально с детства. И я за ним. Он пошел, я как старший, я за ним. Ну, а ребята слушали, как мы здесь работаем, какой коллектив интересный, веселый. Ну, и также попробовали, пришли, им понравилось, и работает по сей день. Без «Кокса» невозможно существование и развитие металлургического производства. В настоящий момент завод производит более 2,5 тысяч тонн «Кокса» в сутки. Проектная же мощность завода – порядка 1 миллиона тонн в год. И львиная доля продукции поставляется за границу, в страны Европы и Азии. «Москокс» в последнее время позиционирует себя как предприятие, которое производит «Кокс» повышенного качества. Поскольку у нас сейчас львиная доля потребителей – это зарубежные компании, которые определяют очень высокие требования к качеству «Кокса», мы целенаправленно подбираем определенные угли, которые нужны для получения «Кокса» такого качества. И по технологии, соответственно, стараемся делать все, что требуется для обеспечения этих всех параметров. На протяжении всей своей истории коллектив завода доказывал, что способен справиться с любыми трудностями и готов выпускать продукцию только самого высокого качества. С юбилеем «Москокс»! Максим Козлов, Александр Логинов, Евгений Садовский, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.